День в истории. 11 декабря. 11 декабря 1905 года. Принятие избирательного закона, разработанного Сергеем Юлевичем Витте. С февраля до октября 1905 года Николай II соглашался на создание только законосовещательной думы. Но в условиях октябрьской политической стачки Николаю II пришлось согласиться на ограничение самодержавия законодательной думой. 11 декабря 1905 года был принят избирательный закон. Положение о выборах в Государственную думу. Он расширил избирательные права. Выборы проходили по четырем куриям. В землевладельческой преимущественно проходили дворяне и купцы, городской, рабочей и крестьянской. Не получили избирательные права женщины, молодежь до 25 лет и военнослужащие. Избирательный закон не предусматривал проведение всеобщих прямых равных выборов при тайном голосовании. Тем не менее, Государственная дума, созванная на основании этого закона, была леволиберальной по составу. 11 декабря или 28 ноября по старому стилю 1917 года установлена советская власть в Самарканде. 11 декабря 1917 года, прибывший двумя днями раньше в Петроград сводный батальон латышских стрелков, принял торжественную присягу верности советскому правительству. После Октябрьской революции, во время Гражданской войны, в России латышские полки поддержали большевиков и были одними из первых воинских частей, стоявших у основания рабочей крестьянской Красной армии. Они являлись самым крупным национальным военным образованием в Красной армии и использовались как исключительно боеспособная сила на службе революции. Общая численность 80 тысяч человек, средний возраст которых был 23 года. Дивизии латышских стрелков широко применялись по всему фронту Гражданской войны. 11 декабря 1917 года, по предложению Ленина, Совет народных комиссаров принял декрет об аресте вождей Гражданской войны против революции, в том числе об аресте руководства партии кадетов, обвиненных в подготовке Гражданской войны. 11 декабря 1917 года, в Калуге установлена советская власть. 11 декабря 1919 года, войска Красной армии освободили пригород Харькова, Слободу, ныне город Мерифа, и 12 декабря 1919 года, полностью очистили город от белогвардейцев. Сюда переехало правительство Советской Украины, где оно находилось до 1934 года. 11 декабря 1919 года, советские войска Южного фронта освободили Полтаву. 11 декабря 1919 года, создан Всеукраинский революционный комитет во главе с Георгием Петровским. 11 декабря 1927 года, началось восстание революционных рабочих и солдат Гуанчжоу, Китай, под руководством китайских коммунистов против Гоминдана. 11 декабря 1941 года, Совинформбюро впервые передало сообщение «Провал немецкого плана окружения и взятие Москвы». В нем шла речь о крахе фашистского плана в Тайфун и массированном наступлении Красной Армии. С 16 ноября 1941 года, германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. До 6 декабря наши войска вели ожесточенные оборонительные бои. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки были разбиты и вынуждены были поспешно отходить, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. После перехода в наступление с 6 по 10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов. В итоге за время с 16 ноября по 10 декабря 1941 года захвачено и уничтожено, без учета действий авиации, 1434 танка, 5416 автомашин, 575 орудий, 339 минометов и 870 пулеметов. Потери немцев за это время составляют свыше 85 тысяч убитыми. 11 декабря 1941 года Красная Армия освободила Истру, Германия и Италия объявили войну США, США объявили войну Германии и Италии. 11 декабря 1960 года опубликовано обращение совещания представителей коммунистических и рабочих партий к народам всего мира. 11 декабря 1964 года указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении имени Владимира Ильича Ленина Волгобалтийскому водному пути. 11 декабря 1994 года российские войска вступили на территорию Чечни. Начало Первой Чеченской войны неофициально отмечается как День памяти русских солдат, погибших в Чечне. 11 декабря 1999 года в Москве открыта станция метро Дубровка. 11 декабря 2010 года в Москве на Манежной площади произошел стихийный митинг русской молодежи, которая требовала от властей защиты национальных прав русских, наказания всех виновных в убийстве Егора Сверидова, а также против коррупции в правоохранительных органах. В Москве на Чистопрудном бульваре состоялся митинг общественного движения Архнадзор против ревизии закона о культурном наследии народов Российской Федерации путем внесения в него поправок, разрешающих реконструкцию памятников. Также митинги и пикеты по этому поводу прошли во многих городах России. Приметы 11 декабря, Иринархов день. День для гаданий. Ходят слушать воду в колодцах. Если слышен плеск, будут деньги. Для наших предков деньги были явлением таинственным и мистическим. Маркс открыл тайну происхождения денег, и мы точно знаем, что все деньги мира являются плодом труда. Даже те деньги, которые находятся в кармане капиталистов. Слушайте лекции Красного университета Фонда Рабочей Академии, и вы тоже будете знать, откуда они берутся. И что делать, чтобы они стали просто не нужны. И отошли в область мифов и преданий. Как и этот самый святой Иринарх.